Так, всех приветствую, с вами я Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадим, и сегодня мы поговорим о вещах, о предметах в Титан Квесте. Это будет огромный гайд, и он, возможно, будет последним по этой игре, а возможно и нет, посмотрим ещё. В общем-то, первое, что мы должны упомянуть, и почему я на этом экране, а не в самой игре, это то, что я хочу поговорить о уровнях сложности. Как бы, есть норма, эпос и легенда, и каковы преимущества того или иного уровня сложности. В общем-то, я уже всё расписал, все, так скажем, наши проблемы, которые могут возникать, скажем так, всё видео расписал. Так вот, преимущество, нормал, на нормальной сложности преимущество, это фарм шмота для новых персов, и типа, легче фармить. То есть, понимаете, мы в Титан Квест играем, как бы, и в основном люди не заканчивают прохождением игры одним персонажем. И если они собираются новых персов заводить, то у них возникает вопрос, а как бы, как облегчить новому персу жизнь в игре. И для этого нам нужен специальный шмот, который должен быть с нормала. То есть, ты долго фармил, нашёл самые лучшие вещи на нормале с низкими требованиями уровня. Да, прикол заключается в том, что довольно трудно найти какие-то шмотки, которые с низким требованием параметров уровня и подобного тюрьма. И их легче всего найти на нормале, и там их и нужно искать. И поэтому даже какой-то прокачанный персонаж, который уже легенду прошёл, он всё равно для других персонажей может фармить на нормале. Тем более, что это легче делать. Потому что, типа, монстры слабые, и в отличие от нового перса ему легче там бегать и выбивать шмотки. Значит, преимущества эпического уровня сложности. Ну, во-первых, то есть, это минимальный уровень сложности, на котором падают легендарные вещи. То есть, это такие сиреневые и фиолетовые вещи. И, в общем-то, и доступ к фарму, собственно, этих вещей осуществляется именно здесь. Ну, и в этом преимущество то, что мы можем добывать фиолетовые вещи, но при этом монстры ещё не такие уж и сильные. То есть, как на самом последнем уровне сложности. Так вот, и преимущество легендарного уровня сложности, собственно, больше этих фиолетовых вещей. Меньше синьки, меньше остального, больше фиолета. И, конечно же, сильнейшие реликвии. На всех уровнях сложности падают и реликвии, и амулеты-талисманы. Но на легенде самые мощные они. А как бы реликвию можно вставить только один раз. Ну, в смысле того, что потом придётся или уничтожить её, или уничтожить предмет, в который она вставлена. Поэтому, собственно, нужно думать перед тем, как ты вставляешь. И нужно брать самую крутую реликвию и самую крутую шмотку для этого. Значит, мы продолжаем. И теперь, в общем-то, давайте посмотрим, какими бывают вещи в Титан-квесте. Ну, это, собственно, то, что и нужно знать. Значит, вот, например, серые вещи. У них серое отображение. Кстати, можно настроить в OutFiltre, чтобы, типа, какие-то вещи отображались, какие-то не отображались. И при этом те вещи, которые не будут отображаться на экране, ну, в смысле, в выборе, что подобрать, их вы не сможете, в принципе, подобрать с пола. Поэтому будьте осторожны. Значит, дальше. Это вот серые вещи. Серые вещи – это самые фиговые вещи, без всяких эффектов. И при этом они, типа, хуже, чем белые. Но я не знаю вообще, кто их собирает, зачем они были добавлены в игру. Наверное, просто для того, чтобы были потертые коралловые наколенники. Значит, дальше белые вещи. Вещи – это, в принципе, уже хорошие вещи, но они еще без эффектов дополнительных. Без аффиксов, так называемых. Значит, дальше у нас идут желтые вещи. Желтые вещи – это аналог магических синих вещей в Diablo 2, например. То есть, здесь есть всегда два аффикса. То есть, два эффекта магических в дополнение к основным параметрам. Значит, дальше у нас идут желтые такие бледные. Бледные или более короче. Ну, короче, другого желтого цвета. Эти вещи мне как-то, я их не замечаю, потому что я и желтые вещи не особо подбираю. Так вот, прикол заключается в том, что они падают с определенных мобов. То есть, они примерно такие же, только у них цвет немножко другой. У них такие же эффекты, но другие. И, да, в смысле того, что тоже два эффекта, но эффекты другие. Набор самих вещей тоже другой. И падают они с определенных мобов. Они в зависимости от акта, например, или от вашего уровня, уровня локации и так далее. Значит, дальше идут зеленые вещи. Зеленые вещи здесь, в общем-то, больше двух аффиксов. В общем-то, больше двух аффиксов. Вот, например, здесь четыре. То есть, здесь два, а здесь четыре синих строчки. Голубым это вот дополнительные параметры, которые они повышают. И они определяются вот этой вот фигней. И есть вот такие вот зеленые, но другого зеленого цвета. Как вы видите, у них тоже больше двух этих дополнительных синих параметров, бонусов. Но они тоже падают, как и желтые другие вещи, с определенных мобов. То есть, есть мобы, с которых падают именно вот такие вещи. И больше ни с кого. И, в общем-то, есть у нас синие вещи. Это легенд... Нет, это... Как его там? Эпические, по-моему, вещи называются. Эпики. Или... Ну, короче, артефакты, короче. Да. Они бывают причем обычными и наборными. Вот у нас наборный. То есть, наборные вещи, они, в общем-то, чем больше фрагментов у вас этой вещи, этих вещей из набора, тем больше у вас дополнительных параметров будет даваться. То есть, вы, если одну эту вещь из набора носите, то у вас, в общем-то, те параметры, которые они дают, и будут вам даваться. Если же вы две наденете, то помимо параметров, которые дают по отдельности эти вещи, будет даваться еще и параметр за набор. И так вплоть до сбора целого набора, который может давать очень крутые дополнительные способности. Значит, и есть без набора в синие вещи. Они просто более фиксированные, что ли. В них также нельзя вставлять эти гемы, релики, там, короче, реликвии. Вот такие вот штуки. Там сервером все! Там же виноград! Да. В общем-то, вот эти вот камешки разные, можно вставлять вещи, желтые, там, зеленые. Там, если кто-то хочет в белые, наверное, а в серые тоже можно вставлять. Но вот в синие и выше нельзя вставлять. Синие и выше можно улучшать на кузнице. Также, что я хочу сказать. Есть еще фиолетовые вещи. Они еще более крутые. Это легендарки. В общем-то, они не падают на нормальном уровне сложности. Поэтому у меня в обычной игре их нет пока что. Значит, и что я хочу сказать, что они, типа, у них более фиксированные еще и параметры. И более крутые параметры. Но их только можно в кузнице в дополнение Рагнарёк улучшать. То же самое, как и синие. То есть, ни в эпике, ни в легендарке нельзя вставлять вот эти вот камешки. Это их, типа, недостаток. Преимущество. Ну, то, что они, в принципе, мощнее. У них более крутые бонусы и редкие бонусы, которые не встречаются в обычных вещах. И, в общем-то, давайте вернемся сюда. В общем-то, если к заготовке предмета добавляются аффиксы, префикс слева от названия, суффикс справа. То есть, аффиксы – это в целом название предметов. Префикс – это то, что находится слева от названия предмета, перед названием. Суффикс – то, что в конце названия. Получается желтый или зеленый предмет, у которого два дополнительных базовым свойства – бонуса. В другом случае аффиксы не добавляются, но с предметом связывается определенный набор свойств. Как правило, последних в нем больше двух. Так получается, зеленый – монстроспецифический или уникальный наборный предмет. Применение нескольких наборных предметов одновременно дает им дополнительные бонусы. Ну да, это я уже сказал. Значит, помимо разделения по месту применения и соответствия сложности, предметы различаются по цвету названия. В общем-то, серый, как я сказал, поломанный белый, незаколдованный желтый, со слабыми аффиксами, два эффекта максимум. Бледно-желтый аналогичен желтому, в общем-то, ладно. Синий – уникальный, наборный нормальной сложности или эпической. Нельзя вставлять гемы, но можно улучшать в кузнице дополнение «Рагнарек». Сиреневый – уникальный, наборный эпической сложности или легендарный. Нельзя вставлять гемы, но можно улучшать дополнение в кузнице. В общем-то, насчет кузнец. Я ее лично не видел, ну, точнее, видел только на видео. Но кузнецы всегда вешают два аффикса на предметы. Броня плюс щиты плюс бижутерия улучшаются приставками нагрудной брони. Забавно. Но может уже, кстати, и не так, потому что это было написано давно. Для магической брони приставки магических нагрудников. Для остального милишные. Ну, в смысле, милишные. Милишные – это, наверное, от оружия ближнебойного. На оружие вешаются оружейные приставки. Получить на одну вещь синюю, фиолетовую, более двух приставок невозможно. Они будут лишь заменяться на другие при повторном улучшении. При улучшении есть шанс, что некоторые, возможно, важные для игрока бонусы окажутся хуже. Так как меняется сид, который отвечает за рандомизацию параметров в некотором диапазоне. Тем самым придавая вещи свою уникальность. В общем-то, там какой-то квест выполняется на этой кузнице. И потом тебе дают улучшить шмотку. Этот квест вроде бы можно как будто, типа, несколько раз выполнять или что-то вроде того. Ну, в общем-то, если несколько раз одну и ту же вещь улучшать, то параметры будут меняться. То есть, они не будут добавляться все новые и новые. Там чисто два параметра, которые вы можете ролить, так сказать. То есть, перевыбирать. Выпали те неподходящие параметры, можешь еще раз использовать и попытаться более подходящие выбить. Ну, в общем-то, такие вот дела. Значит, реликвии. Это те, которые вставляются в синие и другие вещи. Давайте я даже пожертвую чем-нибудь. И вставлю куда-нибудь. Давайте попробуем даже вставить в какое-нибудь говно. Вот, допустим, возьмем какое-нибудь говно и вставим в другое говно. Вот. Берем и... Значит... Правой кнопкой мыши... Нет, не правой. А, нужно, наверное... Так не получится вставить. Правой кнопкой мыши... Раз. И потом... Эй. Не получается, да? Да. То есть, правой кнопкой мыши и потом... Левой кнопкой мыши нажимать на то, куда вставлять. Ну-ка, если вот так. То есть, нужно, чтобы вещь была надета, тогда мы ее можем улучшать. Это забавно. А почему нельзя не надету улучшать? В общем-то, бах-бах. И, как вы видите... Медный нож у нас теперь двумя единицами проникающего урона оплатает. И потом можно его снять, этот проникающий урон. Ну, в общем-то... Не вижу в этом смысла. В общем-то, некоторые... Будьте внимательны. Некоторые реликвии требуют уровень игрока. То есть, вот эти вот, видите, уровень игрока 3 требуется. 12-й вот уровень. 18-й. И так далее. Поэтому будьте осторожны. Также сайты вспомогательные, где вы можете найти список вот этих вот амулетов и реликвий. И свойства, которые они дают, вы сможете найти под видео. Я нашел эти сайты. В общем-то, вам скину ссылочки. В общем-то, реликвии и амулеты делятся на 3 типа. И напрямую зависят от уровня сложности. Сущность, эссенс на норме падает. То есть, если вы на нормальной сложности фармите, то у вас будут вот эти вот сущности, эссенсы падать. Но другие вот эти вот не будут падать. На эпосе олицетворения и воплощение на легенде. Воплощение, естественно, самое мощное. Это значит, что реликвии, найденные на нормальном уровне сложности, нельзя объединять с реликвиями, найденными на эпическом и легендарном уровне сложности. Но они, в принципе, идентичны. В том плане, что только более... Короче, вот эти вот воплощения, они большего уровня требуют. И у них эффект сильнее. Но типы у них одни и те же. Это такая здесь система. Система, скажем так, гемов. Как в Диабли есть, короче, в шмотки вставляются гемы, так здесь реликвии. Но за исключением того, что реликвию в каждый предмет можно одну вставить. То есть, нельзя там несколько их повставлять. Там ячейки нельзя вырезать и так далее. При этом в любой предмет изначально можно вставлять. То есть, как бы, нету предметов, в которых нету гнезд. Но при этом, типа, в каждом предмете лишь одно гнездо и больше. Вот такая вот система. Как по мне, я даже не знаю, что лучше. Значит, для передачи осколков реликвий между персонажами используются погонщики в любом крупном городе. Причем их можно передавать не через панель передачи, а через хранилище реликвий. Ну, или там, какими-то модами, программами специальными. Titan Quest Vault, например. Которым я пока что не пользуюсь, но, может быть, начну пользоваться, если понадобится. В общем-то, это прикольно. Значит, реликвии можно использовать по частям. Как по частям, так и в цельном виде. Цельная реликвия в Titan Quest состоит из нескольких осколков. Ну, вы понимаете, что реликвия и медальон это одно и то же. Только реликвии падают, как бы, с сундуков и со всякого такого. А медальоны падают с мобов с определенных. Вот так вот. Ну, с монстров. То есть, например, там, когти и медведя будут падать с медведей. Там, кровь демонов будет падать с демонов и так далее. В то время, как сущность героизма Ахиллеса или там чего-то подобного, она будет падать или с сундуков, потому что моба Ахиллес нет у нас. В игре, вы же понимаете. В общем-то, цельная реликвия в Titan Quest состоит из нескольких осколков, которые могут выпадать не только из монстровых существ, но также из любых сундуков, что чаще всего и происходит. Или вручаться персонажами в качестве наград за выполнение заданий. Количество осколков может быть разным, кстати. От трех до пяти, там, примерно. И, то есть, каждый осколок прибавляет реликвии мощности или медальону или чему-либо подобному. А вот когда ты собираешь собранным реликвиям, начисляется бонусный случайный аффикс из набора, который для всех них индивидуален. То есть, прикол в том, что когда мы собрали вот пять из пяти частей, допустим, мы собрали целую реликвию, то к ней случайный, но случайный псевдо-случайный аффикс добавляется. То есть, добавляется бонус, который выбирается из заранее заготовленных вариантов. То есть, там у них по пять-шесть вариантов бонусов дополнительно. И получается, чтобы тебе суперидеальную шмотку какую-то собрать, тебе нужно не только реликвию, например, вставить в нее, но и реликвия бывает разной. То есть, ты вот одну реликвию собрал, тебе выпал ненужный тебе бонус при сборе реликвии. И у тебя, получается, шмотка будет неидеальной. Тебе нужно, типа, собрать несколько этого типа реликвий с нужным бонусом, чтобы получилась она. И в итоге, в общем-то, добиться перфекшн, скажем так, шмотки. Правда, это будет перфекшн зеленая шмотка, поэтому не такая уж она и сильная. Все-таки легендарки посильнее будут. Хотя, вот, слушайте, для этих, как его, для новых игроков каких-то, ну, то есть, если вы собираете сет с низким требованием уровня, для того, чтобы качать новых персонажей на нем, то в таком случае зеленые шмотки с реликвиями очень подходят. То есть, нужно только поменьше требования уровня найти, чтобы его можно было надеть на низком уровне. И, то есть, в этом помогут зеленые шмотки с реликвиями, а не крутые шмотки с этими. Без реликвий. То есть, там всякие эпики, они требуют уже сороковых уровней, пятидесятых уровней. Их на нового персонажа не наденешь. А вот зеленый шмот, он поменьше требований требует. Значит, лучшие эффекты предметов, которые я считаю. Значит, начнем с самого последнего, но вы сами можете читать. Уменьшение урона. Если просто написано уменьшение урона, то это значит физического. Дело в том, что физический урон мы получаем постоянно. И, в общем-то, в этом прикол ценности этой характеристики. То есть, резист к физическому урону – это крутая штука. У нас есть защита, которая его уменьшает, ну, еще и есть резист. Но каждый монстр, вот, любому персонажу пригодится этот резист. Почему? Потому что каждый монстр может атаковать тебя физически. Ну, или почти каждый. И, в общем-то, лечится это тем, что ты будешь убегать от них. То есть, ты будешь где-то далеко находиться. Но проблема в том, что они все равно могут к тебе подбежать. То есть, ближнепойные монстры все равно будут пытаться к тебе подбежать, даже если ты какой-нибудь маг или пятовод. И тогда тебе пригодится уменьшение урона. Резист к физическому урону. Значит, девятое. По мощности бонусы – это процентные бонусы к основным параметрам и не только. В общем-то, процентные бонусы сами по себе. Особенно, особенно это касается не резистов, а бонуса к здоровью. Например, бонуса к силе, ловкости, там еще чему-то подобному. В общем-то, они крутые чем? Процентные бонусы лучше в поздней игре, отчисленные в ранней. И процентные бонусы лучше брать на те характеристики, в которые вы вложили очки. То есть, если у вас, например, сам... Вот, знаете, вы смотрите на какой-нибудь легенде, вы смотрите, какого параметра у вашего персонажа больше всего. Вы видите, что у вас вот самый крутой параметр – это 600 силы, допустим. А остальные параметры у вас ловкости 200, там... Этой... Как его? Хотя нет. Ну, хотя это тоже, конечно. Но, в общем-то, ловкости 200, разума вообще 100, интеллекта. И вы в таком случае ищите шмотку и стараетесь получить бонус к силе. То есть, процентов силы. Или же, например, у вас очень много здоровья. Вы какой-то такой танковый персонаж. Или вам как бы сила не нужна, потому что вы вообще мах и так далее. Ну, тогда непонятно, почему у вас ее столько много, если она вам не нужна. Но, тем не менее. В общем-то, здоровье – это вообще оптимальный вариант. Потому что оно нужно всем, как бы. И, то есть, бонус к процентам здоровья, он на 85 уровне будет просто нереальный, если вы в здоровье что-то вкидывали там особенно. То есть, у вас там 6000 здоровья плюс 20%, допустим, у вас будет уже 8000 здоровья. Это довольно мощный бонус. Бонус позволяет, как бы, сэкономить на резистах и выдерживать удары боссов. Значит, что еще? Восьмое место. Уменьшение требований к предметам. Хитрости, связанные с этим, уже не работают. То есть, я, например, пробовал вкидывать очки, после чего, как бы, надевать шмотку и, ну, типа, пытаться надевать шмотку и отменять распределение очков характеристик. Но это уже не работает, как бы, по крайней мере, в современном Титан Квесте. Все пофикшено. Поэтому, собственно, уменьшение требований к предметам, оно очень крутое. Но, но, не понижаются требования уровня. То есть, если, как бы, требуется 18 уровень, то сколько бы ты предметов на уменьшение требований не надевал, эти требования не понизятся. Будут понижаться только требования по ловкости, разуму и силе. Ну, именно поэтому я советую, в любом случае, в любом случае, вам нужно под шмотки качать, в общем-то, параметры. В начале игры особенно. А потом уже можете при помощи уменьшения требований все это делать. Но, опять же, что есть, тут дело такое. То есть, уменьшение требований нужно, чем более ранее играть, тем больше нужны вещи на уменьшение требований. Чтобы, например, своему второму персонажу, когда вы его будете качать, уже имея развитого персонажа, вы могли дать шмотки с уменьшением требований и надеть ему суперкрутое оружие. Это, кстати, очень отличная идея. То есть, например, какой-нибудь там у вас посошник. И вот есть какой-то крутой посох, который требует по уровню, у него низкие требования, а вот по интеллекту он требует дофига очень много. Но вы можете подобрать другие предметы этому персонажу, которые будут снижать требования посоху. И таким образом он как бы наденет эти предметы и сможет надеть этот посох на низком уровне. Таким образом. На низком уровне, то есть с низкими параметрами. Так что это один из самых крутых бонусов. Значит, дальше. Седьмой бонус у меня уменьшение расхода энергии. Дело в том, что есть еще регенерацию энергии и ускоряет. Но регенерация энергии, тоже можете сюда это записать. Все-таки уменьшение расхода энергии, это, как по мне, покруче. Потому что энергию у вас могут высасывать и так далее. И она, естественно, сможет быстрее отрегениться, если у вас... Ну, то есть вы быстрее сможете отрегенив энергию, скастовать какую-то обилку, если у вас потребляют в вашей обилке мало энергии. Но дело в том, что, как я уже сказал, то есть почему на седьмом месте? Казалось бы, такой неплохой бонус. Но, по-моему, есть на это кап или нету капа. Я не проверял самолично. Но, в общем-то, нужно это в основном магам. То есть есть у нас всякие чуваки, которые пассивки качают больше и не качают активные умения. Есть у нас чуваки, которые как бы применяют такие умения, которые не требуют много энергии. И есть умения, которые просто долго перезаряжаются. Тому же пятоводу, например, энергия нужна на один каст его способностей. То есть она не нужна постоянно. И вообще, то есть можно вызвать своих питомцев вне боя, а потом уже идти в бой. То есть многим персонажам просто энергия не нужна в больших количествах. И экономить на ней тоже не нужно. Значит, и с шестого места пошли уже такие довольно универсальные бонусы. Это, например, бонус к регенерации здоровья. Именно вот бонус к регенерации здоровья оптимален. Потому что регенерация здоровья – это живучесть. Да, мы, конечно, не сможем выжить, если нас ваншотнет кто-то с регенерацией здоровья. Но он универсален и экономит хилки. То есть если вы соберете себе много регенерации, то вам будет приятнее гораздо играть. Поэтому этот бонус всегда приветствуется. Вот на каждой шмотке и любому персонажу. Магу нужно быть, типа, здоровым. И воины нужно быть здоровым. Всем нужно быть здоровым. А регенерация, она не зависит от того, чем ты урон наносишь, в отличие от вампиризма. Она практически ни от чего не зависит. И при этом повышает вашу живучесть. Бонус к получаемому опыту – это пятое место. Получаемый опыт актуален всегда, так как вся игра – это прокачка множества персонажей. То есть вот, допустим, у нас сейчас 85-й уровень максимальный. Вы очень долго без вещей, специально ориентированных на то, чтобы быстрее качаться, очень долго вы будете прокачивать себя до максимального уровня. При этом вещи, к получаемому опыту, дающие бонус, они, в общем-то, будут очень вам кстати. И даже если вы уже прокачали своего перса до 85-го уровня одного, то остальных персов вы еще не прокачали. И то есть вам пригодятся все эти предметы на новых персов, которые еще не 85-го уровня. Бонус с показателем скорости. Да, ко всем показателям скорости или ко всем параметрам скорости. Есть такой аффикс. В общем-то, всем – это и правда всем. Этот бонус включает в себя скорость бега, боя и каста заклинаний. Я хочу вам показать, что здесь я специально прокачал, в общем-то, тестировал грезы. И вот здесь вот бонус ко всем показателям скорости – 12%. И если мы посмотрим сюда, то здесь как бы средний урон у нас повысился. Скорость атаки – 190%. И скорость передвижения. И скорость заклинаний каста тоже повысилась. То есть все показатели скорости – это, кстати, насколько я знаю, один из немногих способов повысить скорость каста заклинаний. Поэтому это очень важно. Вы же понимаете, что скорость бега влияет на вашу выживаемость. Чем быстрее вы можете трапать от врагов, тем больше ваша выживаемость. Логично. Но есть ограничения, конечно, но об этом чуть попозже. В общем-то, скорость каста заклинаний важна очень магам. Да и просто выживаемость тоже важна магам. А скорость атаки важна для тех, кто будет оружием бить. И влияет на урон в секунду и остальные вещи. В общем-то, это все очень-очень важно. Поэтому показатели скорости у нас на четвертом месте. Значит, третий по крутости бонус – это возможность применять способности, какие-то уникальные способности. Ваши или способности мобов – это такие, как, например, наручи, которые дают способность окаменения. Которое дает вам, в общем-то, возможность становиться неуязвимым на 5 секунд и регенить дополнительно хп. А это как бы, то есть, неуязвимости. При этом вас все равно пытаются бить, но вам не наносится урона. И вы за это время сможете перезайти свои скиллы, выжить, выпить хилку какую-то и так далее. То есть, очень ценные способности бывают. Или там ключ элизиума – предмет, который дает, в общем-то, возможность при атаке призвать, короче, стражей каких-то, ancestral guardians. И, в общем-то, таким образом вы тупо суммоните без энергии, без ничего, всяких товарищей, которые вам помогают сражаться. И это очень круто. Так что, в зависимости от способности, этот бонус, он может быть самым крутым. Он может вам показаться самым крутым вообще из тех, что есть в игре. Уникальные способности в предметах – это круто. Например, окаменение. Значит, ускорение перезарядки – это второй бонус. Ускорение перезарядки работает как бы на все способности, которые имеют перезарядку. Это активные способности только. Именно поэтому это второй бонус. Несмотря на нерв, в виде капа уменьшения в 80%, эти 80% набрать я рекомендую всем, кто пользуется активными способностями. То есть, ускорение перезарядки для магов просто must have, для самонеров тоже очень полезно. Хотя, зависит от вида самонера. Но, в определенный момент, если ваших самонов будут убивать часто, то в таком случае и вам будет полезно это все. В общем-то, и раньше еще, то есть, ну, в общем-то, для всяких воинов тоже это все пригодится, потому что у всех есть какие-то способности, которые долго перезаряжаются. Ну, магам это особенно актуально. Раньше вообще были, в общем-то, маги, которые 100% перезарядку собирали, то есть, до Аниверсаля Эдишн. И не было капа этого в 80%. И можно было без кулдауна фигачить заклинаниями во врагов. И, в общем-то, этим пользовались. Но теперь не так, однако, тем не менее, ускорение перезарядки все равно одна из самых сильных способностей, которые могут попасться вам на предметах. И ниже синих предметов они, насколько я знаю, не встречаются. И, наконец-то, самый крутой эффект, я считаю, в Титан Квесте для предмета, это бонус ко всем навыкам. В принципе, есть ослабленные версии этого бонуса. Это, например, бонус к школе Гориостам, бонус к той или иной школе мастерства, бонусы к отдельным способностям. Но это все входит в этот, и это более слабые версии бонуса к навыкам. Я взял самую высокую версию. Это, собственно, бонус ко всем навыкам. Ко всем. Это круто, вне зависимости от класса персонажа. Без комментариев. Пятоводы без него вообще жить не могут. Маги разгоняют урон при помощи этого бонуса. Войны бафают свои пассивки. То есть, у всех есть навыки. У всех эти навыки важны, и все хотят себе их как можно большими иметь. Кроме того, именно благодаря вот этому вот бонусу ко всем навыкам, имеющемуся в каких-то предметах у вас, вы сможете вкачивать по единичке в те навыки, которые вам не нужны, особенно пассивки всякие. То есть, в пассивочке во все вкидываете по единичке навыков и получаете бонус ко всем навыкам, там еще плюс два, плюс три. То есть, вы усиливаете какие-то не очень нужные, не первостепенные навыки в несколько раз. Это круто. Это, несомненно, что в Диабле это было круто, что здесь это круто. И, значит, нюансы всякие. Защита от бижутерии лучше защиты от брони в Титан Квесте, так как прибавляется ко всем ударам, а не в зависимости от попадания атаки. Значит, ну, вы, наверное, слышали, что вот есть колечки и, в общем-то, реликвия, в общем-то, все, кроме вашей броньки, которая отображается на персонажа. И, в общем-то, если у вас на этих предметах есть какая-то защита, то любое попадание по вашему персонажу, оно будет проходить через эту защиту. То есть, ко всем частям брони. В то время как расчет физического урона, который вы можете посмотреть в конце моего прошлого гайдика, в общем-то, он рассчитывается, там, вероятность попадания по каждому куску брони, учитывается только та защита, которая находится на том или ином куске брони. Именно поэтому вот эта вот броня, она не такой уж и важный параметр для самой брони, собственно, этой. То есть, а колечко, оно, получается, усиливает защиту всей брони в целом, а не какого-то ее куска. Значит, урон силами природы. Есть такой эффект на предметах. Это разделенный на 3 урон. То есть, если урон силами природы у вас 9, то на самом деле это урон 3, но, то есть, 3 к каждой стихии. То есть, урон силами природы это молния, лед и огонь. И то есть, получается, если вы будете атаковать кого-то, то вы будете наносить 3 единицы урона льдом, 3 единицы урона огнем и 3 единицы урона молнией, вместо 9 единиц урона силами природы. Ну, я, по крайней мере, видел такое описание в этом, в интернете. Значит, значение уклонения, dodge, короче, процентное уклонение. Есть такой параметр уклонения не от снарядов, а просто уклонения. И, в общем-то, если у вас, например, 25 уклонений от умения уклонения в ратном деле и там еще что-то, в общем-то, суть в том, что уклонение применяется последовательно. То есть, каждый процент отсчитывается от оставшегося шанса попадания по вам. То есть, эти бонусы не суммируются. Если у вас, например, есть 25% уклонения от одной способности и потом 10% уклонения от способности там в предмете засунутой, то у вас не будет 35% уклонения. У вас сначала сработает уклонение или не сработает от этих 25%, а потом от того, что осталось, будет рассчитываться еще 10% шанс уклониться. И таким образом нельзя достигнуть этого. Нельзя достигнуть 100% уклонения. То есть, просто оно будет бесконечно уменьшаться. Значит, dodge attacks. Это уклонение только от атак ближнего боя. А, слушайте, так. Получается, что dodge attacks это только от атак ближнего боя. Я думал, что от любых. Ну ладно. Тем лучше. Значит, и dodge ranged. Это уклонение только от атак дальнего боя. Значит, и пределы скоростей. Да. Нормальная сложность, эпическая, легендарная. В общем-то, скорость боя. СА. Скорость атаки, да. В общем-то, при минимальной 50%, при одном оружии 190%, при двух оружиях 171%. То есть, как бы у нас по умолчанию 100%, уменьшится оно может на 50%, увеличиваться, как вы видите, в зависимости от того, сколько у нас оружий. Кстати, это еще усиливает метательное оружие. То есть, метательное оружие, оно же одноручное. И то есть, значит, оно быстрее может стрелять, чем какой-нибудь посох, например. И, в общем-то, прикол в том, что больше циферки можно достигнуть. Но дело в том, что анимация не может проигрываться быстрее. То есть, вы фактически не будете стрелять быстрее. А вот проценты, конечно, вы можете достигнуть больше тех, что здесь указаны. Значит, минимальная скорость наложения заклинаний 50%. Максимальная я не знаю. Я не знаю, какая максимальная скорость наложения заклинаний. Типа, ну, можно ли мгновенно их накладывать? Скорее всего, тоже там около 200%. Или от скорости атаки она зависит. ХЗ вообще, смотря как ты накладываешь свои заклинания. Но, в общем-то, тем не менее, этот параметр важный. И он часто это... Часто его недооценивают. И при этом его трудно повысить. Даже труднее, чем, например, скорость передвижения повысить. Минимальная скорость бега игрока 50-40-30%. Это на легендарной сложности. Вы же понимаете. То есть, это все с разными сложностями указано. Максимальная скорость бега игрока 166%. То есть, если вы набрали 166% скорости бега, можете расслабляться и как бы больше не повышать ее. Хотя, по-моему, там есть какие-то хитрости с этим. Можно еще как-то ускориться. Значит, минимальная скорость бега игрока. Так, максимальная. Минимальная скорость атаки монстров. Вот такая. То есть, как вы видите, со сложностью увеличивается минимальная скорость атаки. И таким образом вы ослабить монстров меньше сможете. То есть, со сложностью все-таки не просто бафы какие-то к здоровью монстрам идут. Но они комплексно улучшаются. То есть, их ослабить сложнее там. У них резисты больше и так далее. Минимальная скорость бега монстров. Вот, как вы видите, тоже увеличивается. И получается, что вы не сможете от них убегать, даже если они замедлены. Ну, или труднее будет убежать. Минимальная скорость атаки боссов. И минимальная скорость бега боссов 50. То есть, тут все фиксировано на любых сложностях. Значит, существует три разных скорости в Титан квесте. Скорость атаки, скорость наложения заклинаний и скорость бега. Существуют модификаторы для каждой из них. Но также существует понятие общей скорости. Total Speed. Модификаторы для которой влияют сразу на все три вида скорости. Вот, кстати. Это то, что я и сказал. И почему вот этот бонус такой крутой. И почему я все это упоминаю. Скорость атаки, это скорость анимации удара оружия ближнего боя, лука, посоха. Projectile Speed, это скорость полета стрелы или заряда посоха от вашего персонажа до монстра. Но на самом-то деле Projectile Speed, насколько я знаю, бафнуть никак нельзя. Она зависит чисто от самого посоха. Скорость наложения заклинаний. Cast Speed, это анимация скорости, с которой накладываются заклинания умения скилз. Ну, это там, например, может быть для мага атакующее какое-то умение. Это может быть замена автоатаки, там, стрела какая-нибудь волшебная и все остальное. Наверное. Ну да. Перезарядка, рычаж не влияет на скорость наложения заклинаний. Cast Speed. Вот скорость наложения заклинаний, кстати, важна для пятоводов, для некоторых. Тех, кто там вызывают часто своих существ. Перезарядка, рычаж не влияет на скорость наложения заклинаний. Cast Speed. Да. Время перезарядки, рычаж тайм, это время перезарядки умений до готовности воспользоваться ими повторно. Этот параметр данное время сокращает. Ну и, в общем-то, вот, что я разобрался с вот такими вот типами предметов и другими интересными вещами. Пишите, что вы об этом думаете. Согласны ли вы с моим топом эффектов на предметах? Или же вы считаете, что какой-то эффект есть? Может быть, я какой-то пропустил? Кстати, сайт с эффектами я, возможно, тоже выложу под видео. Проверьте там все ссылочки. И, в общем-то, пишите комментарии, ставьте лайки. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok